Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Zero, то лучшего шанса вернуться. Уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Zero, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло чуть больше недели после момента публикации видосика по Тайным Азерота. И сегодня мы займемся расследованием убийств, а также соберем карточки Харстоуна. И вылутываем абсолютно все ящики, которые имеются на текущий момент. Завершим некоторые главы. Попрогрессируем в достижениях. Начнем же. Подходим к красивенькой Дринейке. Берем у нее квест. И идем по этому квесту. Наша задача набрать 48%. Мы будем болтать с мобами, активируя разные у них диалоги. После набранных процентов нам нужно немного полетать. Идем в нижнюю часть. Все на карте отмечено абсолютно. Карта также показана. Юзаем шезлонг. Читаем. Летим дальше. Летим в верхнюю часть. Очутившись в верхней части этого берега, нам нужно использовать факел. Факел подсветит труп. Взаимодействуем с ним. Приплывет моб на лодке. Взаимодействуем с ним. Разговариваем. И разговариваем также со всеми появившимися мобцами. Натпегл. Легендарный рыболов даже тут будет находиться. С ним общаемся. С отдаленным мобчиком тоже общаемся. И приходим обратно. Взаимодействуем со скрепсом. Взаимодействуем с детективом. Высказываем ему, кто убийца. И на этом все. Убийца уплыл. И мы идем за ним в погоню. Берем новый квест. Получаем записки Рексара. Идем к берегу. Там нас будет ждать плод. Заранее заготовленное транспортное судно. Бочка. Юзаем. И мы будем в Нордсколе. В Борейской тундре. Там находим Рексара. Он выдаст нам новый квест. В ходе выполнения этого задания. В момент пролутки этой хижины. Мы должны найти три объекта. Один подсвечивается с помощью факела. Это сугроб, который находится рядом с хижиной. Лутаем оттуда первый предмет. Второй предмет находится внутри этого небольшого домика. Заходим внутрь. И сразу поворачиваем камеру налево. Вылутываем нужный второй предмет. Третий находится подальше справа в кустиках. 110 метров примерно нужно пройти. Вылутываем третий предмет. И летим внизи на шалазар. Нам нужно проютать подзорную трубу. После использования подзорной трубы летим на краешек ледяной короны. Небольшое здание. Небольшая подстройка. Внутри будет находиться тело скрепса. Используем факел. Взаимодействуем. Выбираем третий диалог. Его убил оборотень. Приходит рексар. И мы тэпаемся. Квест завершен. Сдаем квест. Берем квест. Сдаем квест. Берем квест. Общаемся с двумя детективами. Задаем одинаковый вопрос. И дальний детектив, который к нам пришел, является неверным. Юзаем его. И он становится демоном. Убегает от нас. Убегает недалеко. Находится в той же локации. 500 метров всего лишь нужно пролететь. Убиваем демона. 3 миллиона хп у него. После этого сдаем задание. Нам засчитывается первая глава. Мы ее завершили. Делаем себе макросы. С помощью модификации том-том будут отмечены абсолютно все координаты. Первая карта, например, находится рядом с дренейкой. Вторая на сцене активности под названием модная лихорадка. Третья находится под этой сценой. Также там имеется черный рынок. Я этому был удивлен. Я никогда не заглядывал, что находится под этой сценой. Но в тот момент, когда ты делаешь эти всякие тайны, ты, можно сказать, изучаешь мир по-новому. Ты видишь новые интересные места. И тут как раз-таки было такое место показано. Четвертая карта окей. Пятая окей. Десятая. Десятая карта, она весьма интересная. Нужно включить глаза. Нужно включить свою внимательность. И увидеть то, что эта десятая карточка находится на ступеньках. Я там еще попрыгал специально. Поэтому вы точно увидите сразу. И все спокойно, легко пролутаете. После того, как собрали 10 карточек. Они у нас будут в инвентаре. Мы идем к дренейке. И дренейка посоветует нам сходить к мобцу, который пришел с самой ярмарки новолуния. Отдав ему абсолютно все эти карты по центру экрана, нам покажется прогресс в достижении. Задание «Уничтоженные мечты» позволит нам завершить главу под названием «Дело о хорошей книге». Берем квест, сдаем квест, берем новый квест. И у нас появляется выбор. Либо мы эти странички ищем, либо мы страничку покупаем за 100 золотых монет. Купить можно рядом с черным рынком под сценкой. Я выбрал второй вариант. Максимально легкий, максимально быстрый. Надеюсь, вы тоже его выберете. И потратив малые гроши, всего-то 100 золотых монет, мы завершаем задание и получаем завершенную главу. Дренейка дает нам новое задание. Подходим к маленькому клыкару, сдаем задание, получаем бумажку. И нам нужно телепортироваться в лазурный простор. Там говорим с еще одним маленьким мобцом. Он говорит нам подсказку. Летим в равнины Анары, к деревушке. Влутываем мячик. После пролутки мячика летим на берега пробуждения. Записка будет находиться прямо в тачке. Прямо в этой полоске. Влутываем ее. Возвращаемся обратно в лазурный простор. Если мы играем за Альянс, нас направят в Бараус. Наша задача найти котика. Котик с никнеймом Кенши. Мы должны принести ему предмет. Выходим из этого здания, где куча-куча разных котиков. Выбегаем, и наша задача найти небольшой шарик. Шарик будет под деревом. Шарик будет подсвечен. Контурный режим, если у вас включен, то вы сразу его увидите. Теперь вновь находим это здание с кошечками. Заходим внутрь. Идем к Кенши. Идем к нужному котику. Находим его здесь. И отдаем полученный мячик. Таким образом мы завершаем полностью задание. Возвращаемся обратно в зону празднования годовщины. И сдаем задание. Покупаем разные предметы. Сетики, маунтов, питомцев. Третий ящик находится рядом с Каражаном. Идеально будет, если вы тэпнетесь туда кольцом. Или у вас имеется портал за прохождение ключиков таймер. Тэпаемся, летим. Используем колечко. И спускаемся в самую-самую низушку. Лезем в эти катакомбы. В самую глубокую точку. Пробегаем. Юзаем льдистый путь, как вариант, если вы не хотите плавать. Бежим-бежим. Бежим-бежим. И в самой дальней точке этих катакомб будет находиться ящик. Получение четвертого ящика является двухэтапным. Первый этап. Нам нужно прилететь тысячу игл. И в подземной пещерке, которая затоплена, вылазить бумажку. Эта бумажка позволит нам в Ассуне, рядом с Далараном, купить у бродячего торговца ящик. После того, как мы полутали бумажку, переносимся в Даларан, летим в Ассуну, и у этого бродячего торговца за 500 золотых монет покупаем ящик. Для пятого ящика абсолютно ничего не нужно искать. Мы летим в Нордскол, летим на стык седых холмов и ревущего фьорда. Рядом с пещерой, рядом с камушками будет находиться пятый ящик. Берем его, этот квест, сдаем этот ящик, получаем жетончики и покупаем сетики. Мы сделали абсолютно все, что имеется на текущий момент времени. И у меня на этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.